Христос воскресе Самую, уникальную за ближайшие лет сто Пасху. Пасху на удаленке, Пасху карантинную, Пасху пандемийную, при пустых храмах. И мы не будем сейчас размышлять о том, нужно было идти в храм, не нужно было, копий было сломано немало. Те, кто были сторонниками карантина, говорили в адрес тех, кто шел в храм, что они, нарушая этот карантин, представляют угрозу и что в них нет веры подлинной, настоящей и любви. Те, кто шел, называли малодушными и трусами тех, кто оставался дома. Сейчас мы оставим это все за скобками. Одно мы можем сказать точно, что мы нашим потомкам, детям, внукам, может быть, будем рассказывать о том, что вот на нашем веку была такая уникальная Пасха 2020 года, когда она служилась при пустых храмах, при закрытых дверях. И это, как культурное явление, не могло определенным образом не сказаться просто на жизни, на духовной жизни, на бытовой жизни православных христиан. Есть что пообсуждать, в том числе в контексте Евангелия и проповеди Христа. Вот мы решили собраться в нашей студии и просто пообсуждать именно с точки зрения культуры, культурологической точки зрения, Пасху 2020 года. Говорить мы будем с клириком Петропавловского собора, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Еще раз повторю, то есть мы, перед нами не стоит задача оправдать решение правящего синода, православного синода, патриарха, оправдать решение местного епископа, пообсуждать, стоило или не стоило быть в храме, тем более, что уже Пасха прошла. Ну, в том числе, прошло это богослужение, после драки кулаками не машут. И сейчас важно не это решить, а просто поговорить о том, что, как это все отозвалось в жизни православных христиан, что вдруг вскрылось, что вдруг проявилось, как это отозвалось в душах современных христиан, и как это в целом удивительным образом может быть, как мы с этим опытом будем жить дальше. Да, это очень... Я считаю, что ситуация, сложившаяся, она коренным образом изменила, я думаю, даже мировоззрение многих людей. И думающий человек не мог пройти мимо вот этой ситуации. Много конспирологических, мы знаем там версий, но самый главный вопрос, который встал, да, это вопрос нашего единства, который был всегда. Потому что мы всегда говорили о том, что очень большой процент верующих людей в нашей стране и очень малый процент тех людей, для которых православное христианство не просто некий знак внешней принадлежности к церкви, а какой-то глубинный опыт жизни. И вот эта вот ситуация с опасностью, значит, вирусного заражения, она вскрыла очень такие глубинные вопросы, в том числе и богословские. Ну, например... Она и вскрыла, и поставила, потому что ведь действительно, как мы с вами до эфира успели поговорить, теперь как-то мы сквозь призму этого карантина смотрим на причастие. И до момента этого карантина с причастием как будто бы нам было все понятно. То есть у нас была безусловная вера, да, что это вот именно так. Послушание, опять же, да, вопрос послушания. Вот патриарх сказал сидеть дома, кто-то не послушал и пошел в храм. И вот опять же мы до эфира обсудили, что именно в контексте данного решения правы и те, кто послушался патриарха, но и оказались правыми те, кто не послушался. И очень сложно здесь провести грань, где здесь было послушание, где было здесь непослушание и так далее. Это вот как раз, мне кажется, к вопросу единства, потому что это очень для меня резонирует со словами апостола Павла, когда он говорит, что если ты постишься, не осуждай того, кто не постится. Если ты не постишься, то есть мы видим, что люди, многие люди проявили некое дерзновение, все-таки нарушили слово там увещевание многих иерархов, патриархов в первую очередь, и пришли на пасхальное богослужение, приняли в нем участие. Но это было их дерзновение, и мне кажется, плод вот этого дерзновения, это то, что ты как бы внешне вроде что-то и нарушаешь, но ты понимаешь, что ты делаешь, и у тебя нету сожаления об этом, чувства вины, и это не грех. И с другой стороны, да, можно же и дома остаться, и осудить тех, кто пошел, сказать, ну вот, я-то не пренебрег словами патриарха, я ответственно к ним отнесся. И очень легко осудить человека, который убеждает себя, что наоборот надо прийти, потому что как можно без причастия на Пасху, вообще без пасхальной службы. И вот в этом как раз единство-то в чем, чтобы мы научились не осуждать точку зрения другого. И потом, что изменилось, вот что этот вирус внес нового, да, пока на самом деле ситуация с ним не очень понятна до конца, потому что кто-то говорит, что он крайне опасен, кто-то говорит, что не крайне. Кто-то говорит, что просто как грипп с осложнением, да, и тогда встает вопрос, а мы причащались и во время эпидемии гриппа, и кори, который был в том году, который более заразный по распространенности и не менее как бы сложно лечиться, и все равно это не повлияло так сильно. Вот, то есть вопросы остаются, вот эта недосказанность, как бы пока нас не коснулась эта волна, она есть. Но что изменилось вот с точки зрения Бога, да, как сказал отец Павел Великанов, Господь просто чуть-чуть приблизил к каждой семье страх смерти, или вероятность смерти, да, более близкой, чем вот как мы планируем себе куда-то в будущее. Это в лучшем случае, что мы себе ее планируем в будущем. И как он повлиял сильно на людей, то есть очень много людей, которые приходили в храм просто осветить куличи и яйца, они в этом году не появились. Хотя даже были приняты, например, на нашем приходе меры, когда и дистанция соблюдалась, и никакого скопления народа, потому что все это делалось на улице, как у нас всегда это делают скамейки большие. Человек приходит на улицу, ставит свое, там, можно отойти на достаточно дистанцию безопасную и спокойно как бы помолиться, осветить свое явство. Но количество людей было примерно в 10 раз меньше, чем в прошлом году. То есть для меня это показатель вот того, что для человека вот это победило. То есть некий страх может быть, да, что-то победило. А может быть и не страх, да, может в проценте этих людей были люди, которые просто добросовестно, да, исполняют то, что просят и мирское начальство наше, и церковные иерархии. И в этой ситуации и дерзновение, и послушание, оно для меня вот равноценно. Я не могу кого-то осудить, а кого-то не осудить. Мне кажется, вот когда мы это примем, обе эти позиции, мы сможем как-то дальше двинуться. Вот да, я, может быть, не уточнил с самого начала нашего разговора, что вот сейчас ни я, ни вы, мы не геополитики, мы не можем там рассекретить какие-нибудь тайные заговоры и прочее-прочее. Мы не наделены властью. Это просто частное мнение двух священников, которые эту Пасху служили, так как пришлось служить. И поэтому для наших телезрителей сразу поясним, что ни в коем случае мы сейчас не обличены властью, чтобы там кого-то действительно осуждать, выносить какие-то финальные, абсолютно законченные суждения. Мы просто как два священника в студии разговариваем о том, что мы заметили. Хочется просто подметить. Вот поэтому, может быть, не со стороны Бога, да, вот эту ситуацию, потому что, опять же, мы не знаем, что это. Это наказание, это за грехи, да, это промыслительная такая очистительная мера, да, Господь от лишних людей, условно говоря, очищает свою церковь там и так далее. Мы не знаем и знать никогда не будем до тех пор, пока с Богом не встретимся. Но как отец Николай, как священник, вот интересно, что вдруг заметил отец Николай, что он для себя вдруг вынес? Какие, может быть, выводы, которые и раньше он, может быть, понимал, но особым образом саккумулировались именно в Пасхе 20-го года? Ну, для меня очень важна тема вот веры и неверия, потому что все больше понимаешь, что это состояние динамическое. Даже верующий человек, он периодически неизбежно впадает в состояние неверия и как-то этот кризис переживает, чтобы выйти на какое-то другое понимание своей веры. И мне кажется, эта ситуация полезна тем людям, которым было страшно признаться, скажем, в своем неверии, когда оно становится более очевидным. Потому что пока мы не признаемся в своем неверии, мы не сможем прийти к вере, мы не сможем эту ситуацию изменить. Для кого-то может быть такой аспект, ну, как я заметил, может быть полезен. Для кого-то был полезен аспект того, что я остался дома, и привычная суета вот этих богослужений, потому что я тоже в нее погружен, и как священник, как прихожанин был раньше. Потому что каждый день службы, они очень насыщенные, и утренние, и вечерние, и евангельские чтения, потом страстные. И вот один человек со мной поделился, прихожанин, говорит, я был в это во все погружен, но я настолько был в это погружен, что я даже не замечал там утро, вечер. То есть это для меня было своего рода как бы аналогия мирской суеты. Как бы я в этом во всем вот, не то что был погружен именно в тишине, а в этом всем участвовал активно. И все это было так, как было очень напряженно, интенсивно. А сейчас я этого был лишен, потому что я остался дома, потому что, по-триархскому, надо дома побыть. И я заметил, как я по-другому все это переживаю. То есть у человека сохраняется и тоска по службе, и тоска по храму. И он хочет в храм идти, и не может, и переживает все равно вот эти и страдания Христа, и его воскресения. То есть оказалось, что даже если потеряем храмы мы, и не сможем в них прийти, мы все равно переживаем эту радость пасхальную. Оказалось, она глубже, чем внешние какие-то обрядовые вещи, внешние какие-то там суетливые наши вещи. Оказалось, что... А нам казалось-то, что вот тронет обрядовость, да, и ничего не останется. Вот Господь нам показывает, может быть, что смотрите, это не все, что у вас есть. И на самом деле, вот оставшись даже без службы, или посмотрев службу онлайн, человек все равно ощущает и единство. Мне очень понравились слова Святейшего Патриарха на пасхальную... в его пасхальной речи. Что он сказал, что... Ну, люди есть, которые остались без службы, есть кто попал там, да. Но пусть те, кто остался дома, знают, что мы за них молимся. Знают, что они не брошены и не забыты, мы их тут ждем. Вот такая ситуация, когда мы не можем пока, да. Временная какая-то разлука такая. И, может быть, для многих верующих эта ситуация породит такую тоску по Боге, что они как-то по-другому к богослужению начнут относиться, более трепетно, более бережно. Потому что, когда ты можешь что-то потерять, да, вот мы воспринимали церковь как что-то незыблемое и стабильное, а сейчас Господь нам дает пережить церковь как что-то хрупкое. И для многих верующих это будет опыт очень... Конечно, мы не говорим о тех людях, которые так не хотели ходить там или не ходили. В их жизни ничего не изменилось, эта ситуация. Вот. Но для тех людей, которым это нужно, которые без этого не могут, вот, если они тебя и лишили этой радости, да, Господь как-то вот другими путями им это компенсировал. Я лично вот к онлайн-трансляциям отношусь прохладно. Ну, в силу того, видимо, что я и не лишен богослужения, да, в силу своего служения. Я все равно был на всех службах, присутствовал в храме. Но вот люди более старшего поколения, которые, может быть, давно уже дома пребывают, и не потому что на карантине, а потому что больной человек, он не выходит из дома. Вот они делились, что для них это тоже одушено. Потому что даже когда смотришь по телевизору и слышишь слова молитв знакомые, все равно душа отзывается, все равно как будто ты рядом. Ну, вот моя супруга, например, ввиду того, что перманентно беременна, вот, и перманентно рожает детей, уже, ну, очень давно не была на ночном богослужении, просто потому что все время оказывается маленький ребенок, который не выстоит, да, и которого надо кормить, и который может быть, ну, одним словом, понятным. В общем, она к онлайн-трансляции отнеслась, то есть она не может смотреть. Она как раз вот, трансляция для нее скорее усиливает состояние одиночества, состояние вот этого, что она не солидарна, что она не там, где она должна быть сейчас и так далее. Я вот просто еще, коли уж взял слово, тоже мне бы хотелось поделиться и с вами, и с телезрителями. Я вообще сторонник того, что православный христианин, такой удивительный человек, ну, по-настоящему, если он христианин, что он в самых трудных и невыносимых обстоятельствах жизни находит поводы радоваться и находит, разворачивает ситуацию таким образом, что он может из этой ситуации обрести новый, ни с чем не сравнимый опыт. Вот я вот на первой неделе карантина, когда храм резко опустел, когда ты приходил на богослужение, и никого, кроме хора, нету, я вдруг начал слушать вот ту тишину, о которой мы очень многое. И здесь даже, по-моему, даже и с вами говорили о молчании, о тишине, особенно когда говорили о молчании и тишине в богословии митрополита Антония Сурожского. Вдруг эта тишина и это молчание, действительно, ты ее начал чувствовать, ощущать, она действительно звенящая в этой тишине, в этом молчании. Можно было расслышать вот этот голос Божий, который подобен, по слову пророка, дуновению легкого ветра. Вот, то есть это какая-то... Отец Александр Шмеман, по-моему, в дневниках своих писал, что он больше всего в воскресный день любит приходить за час до начала службы, зажигать тихо вот эти все светильники, когда только он один в храме, вот эта вот тишина, пустота, где рождается какой-то новый опыт присутствия в Боге, в котором есть благое молчание и благая тишина. А второй вывод, на Страстной Седмице он меня вдруг посетил, что вот в этой ситуации тотальной самоизоляции, тотальной пустоты храма по-особенному прозвучали слова Христа «Боже, Боже мой, зачем ты меня оставил?» То есть мы во время Страстной Седмицы проходим этот путь со Христом, но проходим как такие сторонние наблюдатели, мы не можем с ним солидаризироваться, мы никогда на себя крест этот не поднимали, никогда мы не страдали так, как страдал он, и вдруг он дает нам прожить этот опыт богооставленности. Ну то есть когда ты приходишь в этот храм, одинокий, пустой, и вдруг понимаешь, что вот в тех людях, которые вчера еще наводняли этот храм, ты очень нуждаешься. Ну вот я согласен, да, но добавлю, может быть, только то, что вот этот опыт, который прошел Христос, да, ну не на своем опыте, а на том, что делились со мной прихожане, он возникает, если мы теряем, или проводим, да, в мир иной своего ребенка. Вот люди, которые похоронили своего ребенка, они вот делились со мной на исповеди, что они вот эту страстную неделю переживают именно вот как потерю, потому что когда ты там хоронишь мать или отца, все равно это не так. Вот когда твоя плоть от плоти, да, и так вот получается, что ребенок там заболел или еще что-то. И вот это вызывает как раз такое очень принятие и понимание Христа. Я думаю, у женщин, как со стороны Божьей Матери, как Матери Христа, а вот у отцов, наверное, это что-то вот уже и выше, и глубже, как у отношений отца и сына. Потому что на самом-то деле Бог не хочет смерти, Бог не хочет страданий, там, болезней. И мне кажется, для меня, да, благая весть Евангелия, она в том, что Бог нам говорит, вот видите этот мир, и все, что я могу, для вас сделать, это быть вместе с вами в этом мире и в вашем страдании. То есть я полностью солидарен с вами в вашей боли. И вот это ответ Бога, на самом деле, нам, на наши вопросы. А вот к первому вашему замечанию насчет тишины у меня откликается мое ощущение вербного воскресения или входа Господня в Иерусалим, потому что на протяжении каждого года я наблюдаю одну и ту же картину. И я думаю, вы как священник тоже, что с утра толпу народу в храме, все с этими веточками, вербочками. Но вечером воскресном, когда уже начинается, по сути, служба Страстной Седмицы, в храме раз в 20-30 человек меньше, ну, буквально единицы. И вот для меня это как раз вот такой разрыв, такая пропасть между... Она прям является идеальной иллюстрацией Евангелия. Потому что все, как в Евангелии написано. Он входит в Иерусалим, и толпы восторженные стелят, там пальмы режут, одежды какие-то бросают. Вот. Но, как сказать, один батюшка хороший. Это все не настоящее, потому что экзальтированный человек, он неистинен. Он, ну, как бы вот в этом стадном чувстве, он кричит, потому что все кричат. Как на параде у нас там предки наши ходили, там, и вот они кричали. И все кричали. И как это было весело. Ну, это заряжает, да, определенное настроение, да. Ура, ура. И все вот так и кричали. Ура, Христос, Царь, пришел, Освободитель. Но уже тогда в этой суете одиночество Христа прям контрастирует. И потом такая резкая смена, да. Потому что день прошел, он вышел из этого храма, не стал никого поднимать на восстание. И он один с учениками сидит на горе. И вот в храме также 5-10 человек, учеников, для которых важно не что-то у Бога получить, а просто с ним побыть. И вот для меня вот откровением этой недели страстной, этой Пасхи стало то, что пока человеку что-то надо от Христа, сам Христос ему не нужен. Вот он пришел, потому что надо вербочку из храма унести. То есть ему Христос-то не нужен, но вербочку надо осветить. Он пришел там водички святой набрать, еще что-то. А зачем? Ну, чтобы там в бизнесе удача была, чтобы здоровее были дети, чтобы еще что-то. Но это то же самое, если мы как бы переведем на отношения между людьми, это то же самое, что между друзьями было бы то же самое какое-то, взаимовыгодное какое-то. Я дружу с ним, потому что он мне денег дает взаимы. А этот врач, и он может меня полечить. Так-то мне как человеку неинтересно. И тогда получается, ну, понимаете, в чем парадокс? Бог и это от нас принимает. То есть он готов дружить с нами, даже на условиях того, что он нам не нужен. На условиях нашей выгоды, а не наших отношений. И вот для меня эта Пасха была очень трудной. И я по сравнению с прошлыми годами почти не испытал какой-то вот такой экзальтированной радости. Она была радость, но она была скромнее, тише и для меня как бы менее понятна. Вот. Но вот этот опыт и тишины, и опыт одиночества Христа, конечно, мы его могли испытать все. И те, кто был дома на изоляции, и те, кто пришел в храм. Потому что мы вдруг поняли, что вот как нас мало, и мы одиноки. И вот это одна из трагедий такой человеческой жизни, которая просто в лице Христа более контрастна. Что мы до конца никем не познаны, кроме Бога. Мы пытаемся опереться на какие-то человеческие, да, там, на друзей, на авторитеты. Но никто до конца нас не поймет. И вот побыть, просто побыть со Христом, мы об этом говорили с прихожанами, как раз вот в воскресенье вербное, только на вечерней службе, что хорошо бы, и сейчас, пока идет карантин, так попробовать жить, чтобы просто быть со Христом, ничего при этом не прося у Него. Чтобы попробовать быть вот настоящими друзьями. Отец Николай, время на сегодняшнюю нашу беседу подходит к концу, отведенное. Я бы предложил все-таки продолжить этот разговор, потому что мы совсем не коснулись темы единства, соборности. Возможно ли она при онлайн-трансляциях и богослужении на удаленке, и вообще, когда мы сидим все по домам, вот, и многие другие вещи. Но вот на сегодня я благодарю вас. Все-таки не хотелось бы заканчивать на теме одиночества и определенного вот этого вот антрагизма. Все-таки в конечном итоге Христос воскрес, и он действительно входит в дом того, кто сидит с телевизором, встречает Пасху, и входит в храм, где, может быть, стоят семь-десять человек, входит и в переполненный храм, были такие храмы, и у нас в области, и по стране. Вот, он входит и утешает в любом случае, потому что ему очень важен и дорог человек. Вот. Ну, на этом мы поставим многоточие. До следующего вторника. Сегодня мы с вами прощаемся. Дорогие господи. С вами, дорогие друзья, мы тоже прощаемся. В следующий вторник мы продолжим наш такой антропологический, культурологический разговор о Пасхе 2020 года. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова